почти под метр было мусора все это разбирали вот слышал 300 командов мусора отсюда вывезли вот он вход посмотрите какие двери кстати да здесь сохранились двери про магнитные замки тоже говорили магнитных замков нету но двери такие серьезные и они здесь абсолютно везде такие одинаковые то есть вышибить их конечно не было возможно но вы уже видели там с других видео то что но здесь люди сами действительно заперлись вот он красный зал вот большой зал пол тоже обрушился крыша обрушилась полностью вот хочу еще внимание обратить на то какие материалы здесь использовались есть материалы и горючее вот посмотрите видите дерево обшивка деревом плюс сидушки поэтому тут такие балки толстенные и по смогли поплавиться ребят кто не знает мой инстаграм игор лав папа без точек без и там востриков еще раз игорь лав папа подписывайтесь я мне нужна ваша ребят поддержка сейчас хочу свет то есть ходили еще версия что кто-то там в комнате заперся это тоже вбросы вот отсюда люди вот эту камеру я вам показывал вот отсюда не выбегали вот это здесь желтый зал и вот красный синий два вот такой такой путь эвакуации так вам это я вам потом покажу хочу рассказать про второй очаг жертв здесь люди сюда бежали то есть кто-то спутал право слева ну в принципе наверное может что-то знал вот это вот окно с которого отец отец выбросил своего сына сам он со вторым ребенком здесь погиб высота раз два три четыре пять уровень шестого этажа вот так вот если ровно смотреть шестой этаж и навес мальчишка ну знаете очень сильно тяжело пострадал критическом состоянии ну а другой очаг тел были здесь люди здесь все задохнулись их опознали те тела которые опознаны были но пожар все равно был то есть вот материал не горючий от температуры осыпался и вот значит посмотрите на эту дверь вот какой здесь металл толстенный ну если дверь была заперта вынести ее было просто нереально невозможно было это сделать ну так же следователь мне сказал вот пол посмотрите ребят провалился следователь сказал что они посчитали тридцать человек сюда все-таки повернуло то есть это они сделали неправильные а жертвы здесь двадцать три то есть семь человек я знаю там девушка одна она ну поняла что все то есть очень резко среагировала сынульку своего схватила и выбежала надышались там конечно они по страшному но она смогла спастись то есть семь человек которые сюда то есть тридцатки завернули они обратно смогли спастись ну а собственно вот он один единственный скажем так путь эвакуации то есть люди вот отсюда кто выбегал бежать надо было сюда по этому узкому коридору ну в туалетах тоже тут просто ужас что творится ну там никто не запирался в комнатах ребят вот еще хочу объяснить вот по поводу того интервью непонятного да там кто-то там говорит там купили запугали меня но скажем так по поводу вот этих майданчиков я сказал это я имел ввиду не про людей которые пришли на площадь поддержать нас однозначно там таких не было я имел ввиду майданчиков которые вбросы делали мы просто такое количество получили вот этой информации дезинформации вы сами все это могли видеть и то как там кто-то двери вышибал это даже сейчас по площади стало понятно потому что ну это тоже все ролики не те и когда я говорил что эти майданчики я имел ввиду те кто вбросы сделал те кто это не люди еще раз то есть это просто не люди про охранника который там сам отключил эту систему пожаротушения я еще раз хочу сказать посмотрите там мы сейчас вот первый прямой эфир ее здесь нету вентиляции единственное что здесь по потолку есть это вентиляция но опять же она сделана для того чтобы люди здесь могли там находиться как бы вонять скажем так будет ну понимать ну душно будет люди там ходить не будут вот вентиляцию сделали а пожаротушение ну и систему эту пожаротушения ее здесь не было никто там ее не переводил в этот это короче нам просто лапшу на уши вешать в общем я буду дальше заниматься я не знаю мне ребят действительно мне нужна ваша поддержка просто я уже говорил как бы мне сообщили что против меня там меня скомпрометировать хотят уже что-то готовится я не знаю что то есть ни на что не верьте ни на что не ведитесь ну вот так и еще момент там да то есть никакую власть я не выгораживал это было большое интервью но на тот момент я уже я действительно был зол именно вот на этих майданчиков не на тех людей которые пришли поддержать там ну люди вот все абсолютно да по городу они все выражают там свои соболезнования оказывают поддержку там да и я говорил что майдан эти майданчики это я подразумевал те кто занимался этими вбросами те кто пользуюсь нашим горем нашими я не знаю там страданиями они ну пытались действительно там что-то вот рожать совершить то есть преследовали какие-то свои цели это я вот про них имел ввиду а по поводу встречи моей с Аман Гумировичем с Аманом скажем так да буду теперь так его называть ну скажем так действительно там он как-то и повлиял там он скажем так меня заболтал заболтал вот здесь вот сейчас вам покажу блин боюсь высоты подходить видно не видно не видно ну в общем автомобиль моей жены стоял где-то там на углу она припарковалась я уже там в ролике выкладывал там крыша на него обрушилась ручка отлетела его там перетаскивали бампер как бы оторвали ну а суть встречи первоначально ну там же не только мы пришли на эту встречу ну там надо было у кого какие требования ну такой своеобразный ну по компенсациям встречи первоначально я конечно с другими целями шел так вот ну люди там кому в санатории там кому куда кто что просил ну настолько я действительно ну скажем так заболтал действительно он меня там да в какой-то мере и я знаете я даже просто про машину свою забыл там сказать указать там да какие-то проблемы вот в этом плане что машина тоже разрушена там ну цель встречи там ну они создавали вот эту ну то есть встречу он с нами встречался вот для того чтобы люди свои там пожелания высказывали я даже знаете то есть настолько действительно ну он профессионал скажем так да я его назову по болтологии да он этим занимается профессионально уже там больше двадцати лет так вот поэтому интервью которое я давал сми где мы сидим со столом там эти какие-то разоблачения что там меня там эти два фсбшника каких-то заболтали это мои друзья рядом со мной сидели и его знаете ребят его вот так вот просто порезали и перевернули то есть то что я говорю там путин царь это не от того что я ему там уважение свое высказываю это от того что это ирония так он у нас у нас нет демократии народ власти не имеет вообще никакой это было сказано с иронией что он у нас царь вот вещи своими именами надо называть что вот ну вот все в общем то больше я эту тему никак не буду комментировать ну просто так вот чтобы вы знали потому что есть действительно какие-то я знаю меня друзья там сообщают я вам уже сказал абсолютно мне это негатив этих диванных комментаторов не доводите как бы ну пусть там свое мнение имеют как бы это на их совести в общем мне неинтересно знать но все-таки чтобы вот все точки над и расставить ну я вот как говорится даже вот перед жителями города то есть которые действительно пришли побежать в этой трагедии пришли за вопросами да то есть получилось так что вроде действительно я там ну переобулся никто не переобувался ну вот все ладно до свидания не знаю Продолжение следует...